В Магнитогорской картинной галереи продолжает свою работу восьмая по счету выставка самодеятельного творчества «Полёт фантазии». Традиционно ее участниками становятся те, кто в свободное от повседневных забот время рисует, вяжет, вышивает, занимается резьбой по дереву. Для наших земляков эта выставка, по сути, единственная возможность показать свои таланты. Готовиться к ней начинают заранее, стремясь чем-нибудь доудивить. И в этот раз сделать это удалось практически всем участникам. Новая экспозиция впечатлила большим разбросом жанров и видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Жесткого отбора для участников этой выставки кураторы, как всегда, не делали. В допуске была отказана лишь тем, чьи работы делались по уже готовому образцу, взятому из интернета или купленному в магазине. Пусть даже и непрофессионально сделанные, представленные экспонаты должны были нести собственный творческий посыл, свою изюминку. Такой подход к формированию экспозиции первыми оценили зрители, которые оставили после презентации выставки немало восторженных отзывов. В работах впечатляет, прежде всего, душевность, то, что полет фантазии. Люди, потому что делают эти работы от чистого сердца, не для того, чтобы продать, да, или просто отчитаться, что вот они работают, да, и вот сделали такую выставку. Они просто это делают для себя, с большой любовью, с большим трепетом. Открытием выставки этого года стали работы бывшего каменщика-огнеупорщика Ивана Семеновича Калитения. Впервые взяв в руки кисть после выхода на пенсию, ровно за два года он сумел вырасти практически до профессионального живописца. Есть работы, где вот прям каждое вот все выписано-выписано, да, как открыточное, вот, а здесь все-таки более такое художественное вот восприятие. Колорит хорошо передал, вот, состояние хорошо передано, атмосфера вот происходящего. Великолепным владением техникой сухого валения шерсти порадовала еще одна участница выставки, в прошлом журналист Маргарита Николаевна Костюк. На выставку она представила персонажей из известных советских мультфильмов. Это очень довольно трудоемкая, да, такая работа, сделать изделие из шерсти. В основном все занимаются мокрым валянием, вот, а сухое валяние редко кто из мастериц выбирает. Ну и, конечно же, вот, они затрагивают душу, вот эти игрушки. Бережным отношением к исконно русским ремеслам, а также мастерским владением ими, впечатлил резчик по бересте, стропольщик по профессии Анатолий Яковлевич Анацкий. На суд зрителя он представил столовый набор «Квасник». То, что интересно, он наборы вот такие вот интересные делает, и на каждой кружке свой сюжет, вот, на одной из кружек. Возрождение России, на другой борьба добра со злом, осень, листопад или лошадей он изображает. Ну, то есть, старается, фантазирует. Не обошлось в экспозиции без нововведений. Довольно оригинальный способ изготовления шкатулок придумала еще одна участница выставки, работавшая когда-таки аскером Нина Анатольевна Орлова. Вначале я придумываю форму шкатулки, потом, значит, какой камень под эту форму подойдет. Беру с интернета структуру камня и распечатываю фотографии. И все, остальное просто идет, рождается какая-нибудь, ну, эскиз, нарисую эскизик небольшой. Вот, и делаю потом выкройки, сшиваю их между собой, украшаю. Все это Нина Анатольевна делает настолько искусно, что даже при близком рассмотрении сложно понять, что это не камень, а бумага. Назвать это поделками не поворачивается язык, уверяют искусствоведы. И эти чудо-шкатулки, и большинство других работ выполнено на очень высоком уровне. И это при том, что профессии участников выставки весьма далеки от творческих направлений. Все это говорит только о том, что для того, чтобы почувствовать красоту окружающего мира, нужно просто раскрыть свое сердце. И судя по достижениям авторов выставленных работ, сделать это никогда не бывает поздно.